всем привет я сейчас еду на съемку фотошит с фотографом опаздываю немножко но хорошо что тут пробок нет и можно даже чуть раньше приехать чем обычно но мне ехать очень мало осталось буквально 5-6 минут и как вы видите сегодня сделала утром легкие локоны но я их еще не расчесала я их расчешу чтобы были такие волнистые легкие посмотрим как будут выглядеть спрей ничего не использовала потому что у нас сегодня жара очень жарко будет и сейчас утро сейчас 8 часов утра мы решили быстренько пофоткаться утром чтобы потом в течение дня не потеть и я поэтому думаю ладно я не буду ничего использовать а то если потом весь день ходить еще с этими локонами то я не хочу спрей лишний плюс я думаю на пляж поехать сможем сегодня сейчас когда выезжала и мне надо было назад сдать и я не заметила mail box почтовый ящик короче в него врезалась поцарапала машину ну просто так было припарковано что в зеркале не видно его а нужно было голову развернуть сзади посмотреть а я как всегда не подумала то есть непривычки жалко конечно будет посмотреть как я там поцарапала и даже не посмотрел поэтому мне вообще дорогую машину иметь нельзя потому что я все время царапаю мы жили в калифорнии гараж такой узкий был все время когда парковалась я старалась аккуратно привыкаешь там потом получается но когда вот иногда очень а так впритык то можешь когда выезжать то можешь зацепить что-то и мне из-за этого вот нельзя новую машину иметь потому что я буду мелкие царапины оставлять или не мелкие я попробую что-то записать я сейчас как раз еду в даунтаун нашего и попробую что-то там записать я не знаю во время съемки или после съемки я еще что-нибудь для вас запишу посмотрим как пойдет это первый раз я с этим фотографом буду делать фотосессию я не знаю я взяла четыре образа но может я только сделаю два посмотрим как мне понравится и так я только что закончила съемку недавно где-то минут 30 назад мы сидели с фотографом разговаривали в машине я сделала всего лишь два образа я сделала синенький голубой ромпер который вы видели в начале видео и потом черное вот это вот платье у меня было четыре образа но я как-то знаете передумала в том плане что было очень жарко хоть у нас сейчас 10 часов утра но очень жаркой влажности то есть в начале видео если вы видели локоны у меня еще держались сейчас их уже почти нет из-за влажности и когда очень влажно то как бы объема на волосах нет но дело даже не в этих локонах не в объеме и так далее просто сегодня не мой день в том плане что я в начале видео сказала что я врезалась почтовый ящик я разбила фару сзади я посмотрела и поцарапала машину может я вам покажу как это все выглядит короче будет стоить мне исправить это все так же я поломала свои любимые очки которые я я постоянно одевала видео переодеваясь и то есть пока доставала из сумки и поломала я боюсь ехать домой если честно потому что пока фоткались у меня ноги все время подворачивались на каблуках но я на шпильке сейчас я не знаю ли я буду еще фоткаться с этим фотографом почему потому что когда мы с ним встречались мы с ним неделю назад все мне будут помогать фотки делать и так далее потому что ему нужно свое портфолио и так далее емкость пончилась мы едем в машине думаю оно все пока разъедем из разные стороны его зак Representatives ч Protest модели из и мне вот это не понравилось почему потому что на первую встречу когда мы с ним разговаривали целый час я сидела в кафе разговаривала что мы будем делать как мы будем делать и так далее, а про Model Release ничего не было сказано. То есть, что я подпишу, я дам ему права на мои фотографии. То есть, он будет иметь копирайт, все права на эти фотографии. Он, если захочет, он может их продать потом, сделать, что хочет. И так как я подписала это, то я с этого ничего иметь не буду. Я сомневаюсь, конечно, что он сможет эти фото продать или что, но просто как-то мы договаривались изначально для его портфолио, я для своего, то есть для соцсетей. Там, Facebook, Instagram, куда хочешь и все. Так что вот это вот как-то странно, когда под конец фотошута тебе вот про это говорят. Не заранее, а под конец. Но я подписала, конечно, хотя это все делалось на телефоне. И то есть, я даже не знаю, как этот Model Release выглядел, какой текст там был. И также он мне такой, ты меня будешь на Instagram тегать, ну то есть писать, кто фотограф, фото и так далее, чтобы мне реклама была. В начале мы, когда это обсуждали, просто было, что я как модель для его портфолио, и я потом могу использовать фото для своего. То есть я считаю, что в начале эти все моменты должны фотографам как бы упоминаться, обсуждаться со мной про Model Release, про то, что я даю все права на фото ему. Что еще хотела вам рассказать, я загрузила видео о покупке одежды и обуви на лето на новый канал. Вы можете зайти посмотреть, ссылочку в описании я оставлю к этому видео. Я не знаю, как отображаться это видео будет всем подписчикам или нет, просто иногда бывает такое, что YouTube не отображает видео всем подписчикам. Поэтому я не знаю, все, кто подписался на мой новый канал, увидят у себя в фиде это видео или нет. Так что ссылочку на новое видео про покупки одежды и обуви на лето я оставлю в описании к видео. Я его очень-очень долго обрабатывала, потому что туда вошли некоторые кадры, которые я делала с фотографами разными, и также довольно-таки много потратила время на обработку. Заходите, смотрите и подписывайтесь на новый канал, если вы еще не подписались. И кому интересно, вот так вот моя красота выглядит, фара и царапины. Знаю, знаю, нужно быть аккуратней. В общем, это главная улица, Main Street, в Нашо. И я тут припарковалась на несколько минут, хочу в кафе зайти, кофе взять. И потом поеду домой. И мне эта улица больше напоминает Лондон, чем Нью-Йорк, если честно. Пляж отменился, потому что по радио сказали несколько раз, что у нас будет шторм, то есть сильный дождь, ветер и так далее. И мы решили остаться дома. И сейчас мы едем в спортзал. Я не знаю, ли я там что-то запишу, но он такой огромный, новый, в который мы записались. Хочу позаниматься, сделать какие-то силовые упражнения, кардио, возможно, ноги потренировать, потому что, если честно, две недели после переезда даже две с половиной где-то не занималась. Но я сейчас на низкоуглеводной диете, и это помогает. То есть если вы не можете заниматься, и вы хотите как бы более-менее себя держать в форме, то тогда надо за диетой следить. Когда вы на безуглеводной диете, когда низкоуглеводная диета, то уровень сахара может падать. Кажется так, что падает. На самом деле он может не падать, но такое ощущение, что как будто не хватает сахара в крови. И я вот сейчас перед тренировкой съела два банана. Не нужно было, конечно, есть бананы, нужно было выпить протеиновый наркеток, но я свой протеин не могу найти. У нас до сих пор половина коробок запакованы, и где-то он у меня лежит. Просто углеводы, неважно, это в виде фруктов или обычные углеводы, если есть вечером, после обеда, после четырех, то может это идти в ненужные места, где у вас проблемные зоны. Ну и, конечно, смотря какое количество калорий вы за весь день съедаете. То есть если в норму укладываетесь, то окей. Хотела вам сказать по поводу этого тренажерного зала. Мы выбирали между Planet Fitness, потом другим залом, Gold Gym, и вот этот, который мы выбрали уже после того, как мы записались в Gold Gym. Но потом мы решили, что лучше в этот записаться. То есть мы отменили членство в том. Он такой огромный, там были обновления сделаны, там разные классы и так далее. Но именно атмосфера в нем, из-за того, что такие огромные залы, и более прохладно, для всех достаточно места хватает и так далее, то эта атмосфера создает желание заниматься. Вот. И поэтому мы решили в него ходить. Я посмотрю, что я сегодня смогу записать. Если что-то смогу в нем записать, запишу. Если нет, то уже потом в следующий раз. Вот он тренажерный зал. Называется Best Fitness. Он довольно-таки большой. А, у нас тут проблемы с парковкой. Итак, мы позанимались. Сейчас едем домой. Я хотела кое-что там записать. Но сегодня понедельник. И понедельник самый такой busy-busy day. То есть много людей было. И плюс уже вечер. То есть после 4 в понедельник начинается так активное время в спортзале. И завтра, скорее всего, тоже будет много людей. Но мы завтра идем на час дня на тренировку с инструктором. Посмотрим, как эта тренировка пройдет. Потому что то, что я сейчас видела, как тренер тренировал одного мужчину, я такая думаю, вау, я лучше сама буду заниматься. Я не знаю, с чем это связано, но тут тренера в тренажерных залах все время придумывают какие-то ужасные разные упражнения. Ужасные в том плане, что непонятно, к чему одно за другим это упражнение ведет. То есть на какую группу мышц тренировка рассчитана и так далее. Такое ощущение, что а бы что вот так вот. Чуть-чуть что-то с кикбоксинга было, потом аэробика была, потом железки тягал и так далее. И все как бы в кучу. И то есть я не понимаю, это как кроссфит что ли, или что это было. И я так посмотрела, думаю, а как бы смысл? То есть на какую группу мышц это рассчитано? Просто как кардио тренировка с силовыми упражнениями. В общем, иногда эти тренера делают какие-то безумные эти упражнения, дают тебе, чтобы ты делал какие-то суперсложные, на баланс там, или все вместе, знаете, и кикбоксинг, и аэробика, и тренажерка, и просто железки потягать нужно. Мне совершенно непонятна схема тренировки. К чему она ведет? Немножко устала сегодня, потому что я проснулась рано в 6.45. Из-за того, что фотосессия у меня утром была, я легла поздно, после 12 я заснула. И сейчас у меня такой небольшой упадок сил. На тренировке нормально позанималась, но могло быть лучше.